всем привет столкнулся с такой проблемой что мой второй монитор перестал правильно определяться в системе раньше было все нормально а теперь нет возможности выставить правильное разрешение думаю это связано с обновлениями драйверов видеокарты или операционной системы покажу еще как проявляется проблема в настройках дисплея нельзя выбрать нужное мне разрешение есть только минимальная хотя я знаю что мой монитор коим является телевизор марки рубин поддерживают full hd разрешение если зайти в диспетчер устройств раздел мониторы мой второй монитор определяется как универсальный монитор не и нп то есть не plug and play при попытке удалить его с целью переустановки драйвера монитора ничего не меняется предлагаю три способа решения данной проблемы первый способ выбрав монитор нажимаем обновить драйвер найти драйвер на этом компьютере выбрать драйвер из списка доступных выбираем универсальный монитор pnp видим что драйвер успешно установлен и это должно помочь после перезагрузки компьютера но мне не помогло также можно попробовать начисто переустановить драйвер видеокарты но мне это тоже не помогло если вам не помог первый способ то приступим ко второму если ваша видеокарта от nvidia заходим в панель управления nvidia раздел дисплей изменение разрешения выбираем наш проблемный монитор видим что тут нет нужного нам разрешения нажимаем настройка создать пользовательское разрешение здесь указываем пиксели по горизонтали и вертикали мне нужно 1920 на 1080 тип сканирования подстрочная или через строчная развертка я выбрал через строчная развертка вам может подойти подстрочная синхронизацию можно оставить авто а я выберу вот это далее нажимаем кнопку тест и смотрим на качество изображения сейчас я показываю что стоит низкое разрешение жму тест и смотрим разрешение стало высоким качество меня устраивает если у вас качество сильно плохое можно поэкспериментировать с настройками развертки и синхронизация нажимаю да чтобы сохранить результат у нас появилась пользовательское разрешение теперь нужно его применить но в этом списке его нет поэтому просто перезагружаем комп или заходим в параметры дисплея выбираем наш монитор и вуаля наше пользовательское разрешение 1920 на 1080 тут присутствует применим его и сохраняем результат если все устраивает то на этом можно закончить если у вас видеокарта вот родион то там есть такие же настройки для этого заходим в настройки родион раздел дисплей пользовательское разрешение создать указываем количество пикселей по горизонтали вертикали и сохранить но в моем случае не все так просто дело в том что нужно мне разрешение выставилась но сама картинка уходит за пределы экрана то есть к примеру вот вкладке браузера съедена наполовину сверху и кнопки внизу тоже обрублены обычно у мониторов есть возможность подстройки размеры картинки вручную или автоматически но так как я использую в качестве монитора телевизор причем старый в нем такой возможности нет поэтому будем выкручиваться в настройках панели управления nvidia есть разделы регулировка размера и положения рабочего стола заходим туда выбираем наш монитор и переходим во вкладку размер ставим галочку включить изменения размеров рабочего стола должна активироваться кнопка изменить размер но этого не произошло по причине того что в режиме пользовательского разрешения нельзя изменять размер рабочего стола поэтому наше пользовательское разрешение придется удалить выбираем другое разрешение и применяем его настройках удаляем пользовательское разрешение теперь переходим к третьему способу решение нашей проблемы. Нам понадобится программа Custom Resolution Utility. Она полностью бесплатна и не требует установки. В архиве с программой 4 файла. Первый – это сама программа. Второй – нужен для сброса всех настроек разрешения, в случае если где-то что-то накосячили. Третий файл нужен для перезапуска видеодрайвера в 32-битной операционной системе. И четвертый файл нужен для перезапуска видеодрайвера в 64-битной операционной системе. Запускаем программу. Здесь уже выбран мой основной монитор и его настройки я менять не буду. Вверху переключаемся на второй монитор, если у вас их два, который с пометкой Non-PNP Monitor. Здесь видим, что никаких настроек у него нет. Тут можно поставить все галочки, а можно и не ставить. Главное – добавить наше разрешение вот сюда. Здесь можно настроить тайминги, например, для PC или HDTV. Если монитор обычный ЖК, выбираем PC. Если ЖК-телевизор, как у меня, то HDTV. Я пробовал для себя и так, и так разницы не увидел. А можно вообще сюда и не лезть. Указываем количество пикселей по горизонтали вертикали. Еще можно задать частоту на обычная на 60 Гц. Нажимаем ОК. Видим, что в списке появилось наше разрешение. Жмем ОК. Теперь, если зайти в настройки дисплея, наше разрешение там не появилось, а потому что нужно перезагрузить компьютер или только видеодрайвер. Я перезапущу только видеодрайвер при помощи этого файла. Готово. Снова заходим в настройки дисплея и видим, что у нашего монитора появилась куча дополнительных разрешений. Выбираю и применяю нужное. Все хорошо, но края изображения также выходят за пределы. Теперь снова идем в панель управления Nvidia, раздел регулировка размера и положения рабочего стола. Выбираем наш монитор, вкладка размер, ставим галочку включить изменение размеров рабочего стола и кнопка изменить размер теперь активно. Нажимаем ее. Теперь подгоняем картинку как удобно и применяем. У кого видеокарта от Radeon, там нужно входить в настройки масштабирования. Теперь видим, что границы изображения находятся на своих местах. И если зайти в настройки дисплея, то увидим, что стоит вот такое нестандартное разрешение. Так его и оставляем. На этом все. Задавайте свои вопросы в комментариях или в группе ВКонтакте. Я очень надеюсь, что это видео будет для кого-то полезным. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч и всем пока.